Открытая гимназия – это своеобразный проект, который существует в православной гимназии уже три года. По традиции он проходит за несколько дней до начала набора в первые классы. Его главная цель – показать родителям будущих школьников, что ждет их малышей во время учебы. Каждый учитель дает по два открытых урока. Ну, приблизительно у нас 52 открытых урока в течение этого времени проходят. Причем я прошу, чтобы учителя давали уроки не какие-то там праздничные, не какие-то там особые, а давали совершенно рабочий урок, чтобы родители имели возможность понять, ну, как проходит образовательный процесс в гимназии. Научить детей считать, заложить основы чистописания, рассказать об основах окружающего мира. Наталья Бордачева работает учителем младших классов всего два года. Педагог признается, что работать с малышами непросто – это большая ответственность. Но ей нравится ее профессия. А подобные открытые занятия только помогают быстрее находить общий язык с родителями и самосовершенствоваться. Чтобы родители знали, что у нас проходит, как себя ведут дети. Понятно, что они немножечко будут вести себя не так, как обычно, да? Но все-таки они видят, кто работает, кто не работает. Чтобы родители, с одной стороны, поменьше нервничали, да, видели, что ребенок отвечает на уроках. А молодому педагогу, я думаю, они будут полезны тем, что мы все-таки, ну, еще более ответственно готовимся, принимаем еще какие-то для себя новые задания, новые приемы. Андрей Седов учится во втором классе. Для него особенно важно отвечать правильно на вопросы учителя и писать математический диктант без ошибок. Потому что на урок пришла его мама. Вообще, мне было интересно, как вот мой детеныш тут учится и старается. Вот, вижу, что учится, старается, учитель хорошо объясняет, все в таком темпе, в хорошем. Живо, бодро, народ вообще рвется в бой, на перегонки отвечает. На открытые уроки приглашают не только родителей будущих первоклассников. Посмотреть, как проходят занятия, как в младших, так и в старших классах, могут все желающие. Расписание уроков можно найти на сайте православный Саров.